Спасать людей учат и в тюменском лагере «Аванпост». В этом году там открыли классы МЧС и медпомощи. Построили новый скалодром и оборудовали площадку, где можно пройти курс управления беспилотником. Но самый большой интерес у детей по-прежнему вызывает 20-метровая вышка. Прыгнуть с нее попробовала моя коллега Анастасия Нахрачева. Смогла ли решиться, узнаем прямо сейчас. При приземлении пятки вместе, носки вместе, колени вместе, смотрим прямо перед собой руки на свободных концах. Небольшой инструктаж и репетиция прыжка. Обмундирование тоже соответствующее. Мы сейчас находимся на высоте 20 метров. Это равносильно 7-этажному дому. Эта вышка предназначена для отработки прыжков с парашютом и самолета. Причем каждый раз так отрабатывают прыжки как профессиональные, так и начинающие парашютисты. В итоге после двух попыток и длительных уговоров я прыгнуть так и не решилась. Нет, нет, меня сейчас вынесет. Нет, 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 пожалуйста, не надо. Зато для подростков это самая любимая дисциплина, как и скалодром. Подъемы ребят отрабатывают до автоматизма. Уметь как раз распределять нагрузку. Что и на руках, и на ногах тут работа и руками, и ногами происходит. Ну и конечно же и головой. А здесь учат управлять беспилотниками. Их активно используют в вооруженных силах Российской Федерации. Квадрокоптером уже никого не удивишь. Зато эту платформу мало кто видел. Управляется с помощью компьютера. Можно расположить, как можно наблюдать видеокамеру. И вот различные отверстия для крепления манипуляторов, датчиков, ну всего что угодно. Этим роботом управляют с помощью пульта. Его используют, например, для переноса опасных предметов. И вот в таком виде выдвигается уже на разведку. А в классе МЧС и медпомощи отрабатывают соответствующие навыки. Сейчас в аванпост заехала третья смена – 140 детей. До конца сезона палаточный лагерь посетят еще около 300 человек. Для всех детей, кто здесь, это логическое продолжение образовательного процесса. То есть в течение года, занимаясь военной подготовкой, они изучают теорию. Ну а здесь уже 10 дней для того, чтобы на практике все знания и навыки применить. В сентябре появятся еще два новых направления – оператор радиосвязи и старшина Шлюпки. Анастасия Нахрачева, Андрей Харкин. Тюменское время.